Голову попробуют крестик. Как крестик без головы? Вот за счет головы и держатся. То даже здесь и то врать не умеют. Если голова отрезана, никакой крестик не может быть на голове, потому что все сузилось, ничего нету. А они вот так-то... Ничего мы не знаем, поэтому полное молчание. Мы не знаем, как он умер, что... Я знаю, как они дежурят. Вот они четверо сидят на вахте. Там... Я просто восстанавливаю картину. Поставлю наблюдать, метров 400 от них. Они говорят, 250-400, там не поймешь. Основные силы находятся. Но они на вахте находятся. Четверо сидят в одном месте. Да какое же это дежурство? А скорая помощь, как рафик-то, входит, они примелькались, на них внимания уже не обращают, она медицинская. А в этот момент их было 7 человек, жахидов. Они влетели сюда. Все их повязали. О чем они разговаривали? Да ни о чем, о бабах. Треп собачий был. А ты бы как сделал? Я описываю, как я служил. Я в армии служил. Я бы сделал не так. Только меня привели. Только привели. Я мгновенно начал осмотр местности. Я всех рассредоточил по разным местам, а один находится на вахте. Им бы мало не показалось. В то время я другой был. И никто бы не знал, я какие укрытия сделал. А они сидели в одном месте, как воробьи в гнезде. Заскочили. При том, что война была. Да. Мы должны быть просто в реалии этой жизни. Я говорю так дальше в сегодняшнем. Сегодняшний я другой. Я их могу всех в плен взять, если Господь позволит. Плен безоружен. Безоружен. Почему? Ну, как говорит об этом Иоанн Златоус. Хорошо, что Давид убил Голиафа. А еще лучше, если бы Голиафа перевел на свою сторону. И послал его воевать против филистимлян. О, самое важное дело. Я с ним беседую. Мне говорят, а что с ним сделать? Вот этот еврей такое зло делает. Он в моем доме обратился к евреям и стал священником. Все. А вот этот КГБшник, ты знаешь он какой? Да он сколько... В моем доме он обратился и стал священником православным. Вот борьба. Безоружная. А как? Пленяем послушание Христу. Пленяем. Это Бог делает. Притом, я называю конкретные лица, конкретные факты, даты. Я знаю пленяющие силу слов Христа. Кто бы обратил Савлу? Когда он шел, терзая церковь, гнал, хватал. Бог осиял, ослеп, обратился, пошел апостол Павел. Савла уже нету. Вот нам что нужно. Добиться от Бога. Мы сейчас ехали дорогой. Нас задерживали. Там невозможно. Как? Ребята, ничего не надо. Отходим, молимся. Мы помолились. Не выходите к ним. А он там названивает. Это там такие деньги надо. Не пропускают. Вдруг начальник, который звонил, исчезает. Другой подходит. Езжайте. По-хорошему езжайте. Все, отпускают. Молитва. За нас тысячи людей молятся. И притом это ни один, ни два раза в нашей дороге. Только вот здесь вот мы где были. В Молдове, в Украине. Документы у них в руках. Вырвать их я никак не могу. Я могу только взывать к Богу. Я взываю к Нему всем сердцем. Я знаю, за нас молятся. Так и здесь. Спасти никого нельзя. Абсолютно невозможен. Поэтому я доверяюсь Богу. Есть такой материал. Если мы православим, у меня книга я могу дать. Просто зайдите сейчас. И там как раз это для вас нужно. А я говорю вам, любите друг друга. Войне. Хорошо, что разговор зашел. И как там Тацит говорит. Как мы молим? Молитвою. Мы сдерживаем врага. Мы более участвуем в войне, в смирении врагов. Я же ежедневно молюсь за правителей мира. За то, чтобы правдился мир. И моя молитва при содействии ангелов Господних, она все усмиряет. Я не смогу военным дать другого совета. Притом обречение уже написано. Уже полностью. Мы приговоренные. Россия будет раздроблена. Она уже поделена на картах мира. Ты отойди. Военные все будут немедленно уничтожены. А так, глядишь, ты еще неделю протянешь. Ну ясно. Ну все, мне просто вызываются работы. Вы ко мне сейчас подойдите. Да. Я сейчас. Я сейчас.